Виктор Сергеевич, здравствуйте. 4 ноября мы будем отмечать День народного единства. Если помните, праздник появился в 2005 году и с тех пор не утихали споры. Приживется, не приживется, стоило ли делать его государственным. Как вы думаете, в Матищинском районе он укуренелся уже? Я думаю, не только в Матищинском районе, но и в Российской Федерации он уже укуренелся, потому что это действительно историческая дата для нашего государства. Это 1612 год, Минин и Пожарский, объединив массы, вот именно на тот период массы людей, которые находились в разрозненном российском государстве. Вместе выступили против польско-литовских захватчиков достаточно успешно. Тогда закончился период, как он называет, смут на территории России. То, что была дворянская междоусобица. И вот два национальных героя им удалось объединить не только дворянство, но и крестьянство, причем многонациональные, разных конфессий в единой задаче для того, чтобы освободить российское государство от интервентов, от польско-литовских интервентов. В 17 веке объединялся народ для того, чтобы освободить действительно и столицу нашу от польских интервентов. А вот ради какой идеи, может быть, или цели стоит объединяться в наши дни? Ну, на мой взгляд, лично мое мнение, все-таки в единстве всегда сила, и мы остаемся многонациональным государством с разными конфессиями. И единая идея, национальная идея, она должна объединять народы. Достаточно много сейчас политиков, будем говорить, такого негативного толка, которые пытаются раскачивать вот эти межнациональные вопросы. На мой взгляд, это явно не способствует усилению государства. Потом единое государство и на международной политике выглядит всегда достаточно уверенно. Но и для нас во внутренней политике это тоже немаловажно. Наш район многонациональный. Как выстраиваются отношения с диаспорами, с национально-культурными автономиями? На мой взгляд, за последние годы достаточно много было сделано в этом направлении. Но в первую очередь я хотел бы отметить работу общественной палаты, потому что у нас общественная палата объединяет порядка 44 общественных организаций. Как правило, это лидеры общественного мнения, в том числе и разных национальностей. На территории района у нас успешно функционируют диаспоры, такие как азербайджанская, татарская, мордовская, еврейская, сейчас армянская. И в рамках общественной палаты, обсуждая вопросы, связанные с развитием нашего района, нашей территории, идет диалог с представителями этих национальностей. Мы находимся, к сожалению, в той ситуации, когда наблюдаются серьезные миграционные потоки. И, естественно, изменить эту ситуацию никак нельзя. Поэтому, на мой взгляд, надо пытаться все-таки понимать друг друга, находить общий язык. И главное, на мой взгляд, то, что сейчас то, чем занимается общественная палата, это надо было делать значительно раньше. Но хорошо, что за буквально последние два года вот этот диалог у нас все-таки наладился. В каких районных мероприятиях участвует национальная культурная автономия? Ну, для нас, наверное, был такой очень серьезный первый этап. Это четвертая ассамблея народов Подмосковья, которая в свое время была принята решение проводить на территории Матичского района. За базу взяли город Матичи. Вот такой уровень субъектов федерации. Вот принимали участие и представители с Минрегиона Российской Федерации, с правительства Московской области, представители муниципальных образований. Это площадка для диалога всех конфессий, всех национальностей, всех автономий, которые находятся на территории Московской области, была создана здесь, в Матичах. И это было и полезно для нас, потому что, ну, Матичский район, это, естественно, неотъемная часть Подмосковья. И у нас, в общем-то, такие же проблемы, как на территории всей Московской области. Где-то они более ярко выражены, где-то они менее ярко выражены. Но так как мы все-таки ближе к Москве, это достаточно привлекательный регион для трудовой миграции, для трудового рынка, у нас это более ярко выражено. И мы впервые увидели, что действительно мы многонациональны, у нас есть свои, у каждого свои особенности. Культура. Культура, да. И в то же время в диалоге, у нас же вот там из двух этапов проходило, первый это круглый стол, потом уже сценические площадки. В диалоге все-таки отчетливо все понимают, что основное все-таки это наша российская культура, основное население это русские люди, поэтому надо всегда относиться уважительно там, где ты находишься, там, где ты проживаешь. Ну, в данном случае в Московской области, в Матищевском районе. Я знаю, что наши национально-культурные автономии также участвовали в фестивале чайпития в Матищах, который проходил в сентябре. Как я говорил, общественная палата достаточно активно сейчас ведет работу по диалогу с нашими автономиями, и было принято решение более активно их привлекать в наши массовые праздничные мероприятия. Вот новый праздник у нас, относительно новый, мы второй год отмечаем чайпитие Матищи. Это такой, будем говорить, праздник чисто матищенский. Культурно-этнический фестиваль. Да, культурно-этнический фестиваль. И нашей автономии с огромным удовольствием откликнулись на наши предложения, чтобы сделать фестиваль национальных кухни, фестиваль национальных фольклорных коллективов. И, на мой взгляд, это очень удачно у нас получилось. Ну, наверное, вот и жители района, и жители города смогли это оценить. Вот прошедший последний праздник чайпития Матищих, это практически было большое массовое гуляние под открытым воздухом, где были все едины, все были объединены этим общим нашим праздником, чайпития Матищих. Но он всех объединен. Виктор Сергеевич, что Вы могли бы пожелать мытищницам ко Дню Народного Единства? Я бы хотел пожелать мытищницам, всем нам побольше оптимизма в нашей жизни, чтобы было побольше позитива. Еще раз сделать акцент на том, что все-таки мы единое многонациональное государство, мы живем в одном большом доме, называется он «Россия», ну а мы с вами живем в Матищихском районе, поэтому всем добра, счастья и процветания. Большое спасибо за интересный разговор. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин